Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Ярик, и сегодня мы посмотрим на игрушку под названием Warframe, сделаем такой комплексный обзор, ну и в принципе проанализируем все составляющие этой игрушки. Ну, начнем, наверное, с главного. Кто не знает, что такое Warframe, я думаю, есть и довольно много людей, кто не знает, что такое Warframe, это новая бесплатная кооперативная экшн-игра. Она распространяется в бесплатном, естественно, сервисе, она только по онлайну, только в кооперативе. Концепция, в принципе, да более простая и довольно интересная, но вот сейчас мы находимся в главном меню. Как и в любой онлайновой игрушке, здесь есть прокачка, есть всякие вот ранги, статистики, видно, что я 8 минут уже пробыл в игре. Есть всякие арсеналы, где можно вашего героя полностью снарядить, полностью как-то изменить, то есть прокачка довольно хорошая. На выбор, по-моему, предоставляли 4 расы, 4 героя, каждый со своими особенностями какими-то определенными. А есть магазин, как и в этой любой онлайновой игрушке, за реальные деньги или за нереальные, в основном за реальные, мы покупаем различные плюшки, которые нам нафиг не нужны. Это, в принципе, стандартно для таких игр. Есть, может, всякие ВКонтакты друзей, я так понимаю, добавлять и играть с ними в кооперативе. Есть мастерская, по которой мы можем заниматься крафтом. Ну, что ты не рассказываешь. Я думаю, пора бы уже все-таки обратиться к геймплею, но заткнись. Хватит. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я понимаю все. Ой, блин. Ага. Ну вот, мы посмотрели заодно и туториал, пойдемте уже в онлайн. Вот у нас есть одиночная, вы можете, в принципе, побегать в оффлайне. Ну, неинтересно, есть частная, то есть это с друзьями, со своими, ну и онлайн, с случайными игроками. Нажмем, наверное, онлайн. Нажмем онлайн. Так, ладно, надо выбрать здесь это, как насколько помню, планету различные. У нас есть такие миссии, которые мы проходим или какие-то, которые мы уже проходили. Вот мы нажимаем. Я не помню, какая-то желтенькая или синенькая, которую я прошел. Что-то я уже прошел. Боже мой, он начинает игру. Ага. Ну, с этой концепцией я еще не совсем разобрался. Вот у нас начинается загрузка. И что примечательно, он сразу в загрузке уже, ну, загружая, да, эту игру, он уже ищет мне напарников. То есть сейчас она будет уже играть какие-то два или три человека. В основном кооператив здесь для четырех человек. Что примечательно, то что сейчас я показываю вам геймплей на геймпаде Xbox 360. И он здесь по дефолту отлично настроен. И как любые шутеры, да, от третьего лица, как в том же Mass Effect, в принципе, кнопки расположены довольно удобно. Из видов боя у нас есть оружие ближнего боя, катана. И, собственно, какой-то пистолетик или автоматик. Ну, какая-то хрень. Единственное, что можно сказать, то, что оружие ближнего боя, оно здесь как-то, ну, что ли, больше, скажем так, читерства. Ну, не знаю, более оно какое-то хорошее, что ли. Ну, что-то я не понимаю. Что здесь делать? А-а-а. Нет, не-а-а. Ой, ладно, отойду. А-а-а, не уже будет злиться. Давай, 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 взломай, зачитывай. Я не мешаю. Так вот, оружие ближнего боя здесь намного как-то эффективнее, нежели... Все-таки вот этот вот автомат, пистолет или что это за хрень? А, кооператив здесь, по-моему, для трех или четырех человек по максимуму. Ну, что ты, что вы делаете? Почему никто не может взломать? Три или четыре человека, вот, честно скажу, не помню. Думаю, четыре человека максимум, кооператив. В принципе, на чем построен кооператив, как таковых, кооп-составляющих здесь, ну, мало пока что я заметил. То есть, все сводится, опять же, к тому, что вы вместе бегаете и убиваете, там, супостаток, да? Ну, больше никаких кооперативных, там, я не видел особенностей, чтобы вы, там, допустим, ну, как в любой кооперативной хорошей игре, там, где-то взаимодействовали вместе, там, помогали друг другу. Такого нету, к сожалению. То есть, только вы убиваете, отбиваетесь, то есть, вам удобнее отбиваться, там, допустим, втроем-четвером, нежели если вы один. Примечательно еще то, что игрушка находится в стадии закрытой бета-версии, и есть уже русский язык, то есть, полная локализация, есть как звуковая, то есть, озвучка хорошая, так и текстовая. Озвучка нехорошо поработает. Кстати, вот, видно, как мы разрубаем вот этих врагов, они прям реально рубятся, такие кусочки, но, не знаю, не так, конечно, как в новом Metal Gear Solid Rising, который будет, вот, выйдет сколько-то в феврале, по-моему. Блин, ребят, помогите мне, что ли. Потому что, как-то в прошлый раз я играл, было полегче, а в этот раз как-то тяжелее уже. Все, спасибо. Так. Так вот, о чем же я? О чем же я? Да-да-да. О самой концепции. Очень-очень сильная механика, на самом деле, напоминает именно Rising будущее, да, то есть, точно так же мы бегаем, разрубаем врагов на вот такие вот замечательные части. Но, все-таки, в Rising на это сделаем больше уклона, и, соответственно, уровень, к которому подают, да, в Rising, там намного выше, уже даже видно это по роликам. Что там, ну, как-то и разрубаются, а не покруче, блин, я их потерял. Охренеть. Не, ну, это, конечно, все круто, пацаны. Как бы мне туда забрать. Нифига, даже так. Так что в Rising, да, они как-то и враги разрубаются, ну, более круче. Ну, я, опять же, говорю, что, ну, все-таки разные игры, да, их сравнивать абсолютно, наверное, нельзя, потому что... Ну, и разные у нас совершенно аудитория, так сказать, потому что там все-таки более консольщики будут, там, и бюджет побольше. Ну, в общем, нельзя сравнивать эти игры. Но, конкретно для Warframe'а эта концепция очень интересная и довольно свежа, потому что, ну, действительно, кооперативные онлайновые игрушки, они, как правило, бесплатные. Они либо скучны, либо это обычные шутеры от первого лица, которые, опять же, они скучны. Ну, здесь хотя бы все, ой, 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 опять меня буфнули. Ну, здесь концепция, опять же, вот что-то я все время отвлекаюсь на этих врагов, конченных. Немножко изменилось в плане здесь и третье лицо, и все-таки, как-то никакой интересный более-менее геймплей, и стычки с врагами интересные. И это, конечно же, плюс именно как бесплатные онлайновые, опять же, в Тарисе игрушки. Что можно еще оценить, так это, наверное, саму графическую составляющую, так как, наверное, многим интересно, какой здесь движок используется. Я на самом деле не знаю, какой здесь движок используется. Ну, этот движок, хочу сказать, довольно неплохой, так как и анимация, и, в принципе, графика с оптимизацией, они очень неплохие. То есть, я привык действительно видеть, что онлайновые игрушки зачастую плохо оптимизированы, ну, это как бы нормально. Ну, шо ты за мудак еврей уехал. Обалденно. Красавчик. Классо. Могло. Так вот, графическая составляющая и общий движок, он очень-очень неплох, потому что, ну, действительно, игрушка выглядит хотя бы где-то на уровне, на таком неплохом даже, хочу сказать, уровне. Оптимизация на максимальных настройках на моей системе выдает игрушка примерно 60, бывает и более кадров, ну, то есть, меньше 60, 50. Даже 50, ну, не бывает. Я считаю это очень-очень хорошо, и для такого удобного геймплея это, ну, просто замечательно. При том, что все-таки игрушка находится еще в статусе в бета-версии, и я не знаю, по-моему, она должна выйти где-то в середине 2013-го. И, ну, я думаю, к финалке они еще отдатят и оптимизацию, и графику. Тогда игрушка будет выглядеть очень-очень сочно. Хотя, я говорю, что и сейчас она выглядит, ну, неплохо. Очень неплохо. Сама концепция, если так вот присмотреться, в принципе, сводится к тому, что мы бежим, отбиваем толпы врагов, захватываем какие-то точки и пробиваем все. В общем, мы доходим от пункта А к пункту Б, да? Отбивая толпы врагов и открывая дверки. Вот, в принципе, и вся концепция. То есть, она абсолютно не замысловата, абсолютно она проста и банальна. Но, как ни странно, она хотя бы играется нормально. И это, наверное, главный плюс. Можно еще сказать так про атмосферу и про сам дизайн уровней. Ну, как мы видим, да, дизайн уровней, вот мы сейчас берем по одному уровню, но он, в принципе, схож, наверное, на всех уровнях. То есть, я когда играл в первый раз, ну, оно какое-то, опять же, одинаковое все было. То есть, с дизайном уровнем особо видно, что они мудрили, они, в принципе, сделали определенный сеттинг такой и скопировали несколько уровней, там, немножко переделали. Но, опять же, повторюсь, что игрушка будет бесплатно распространяться и это нормально. Хотя бы что-то есть. Вот так вот. Какие-то враги напоминают помесь космодесантников с какими-то, я даже не знаю, зергами. Это непонятное что-то вообще абсолютно. Больше всего непонятно именно одежда вот этого, скафандры героев. Они напоминают вообще не понять, что даже каких-то, блин, долбанных кузнечиков. Даже тяжко сказать, что они не напоминают. Потому что это так просто даже не объяснить. Так, надо бежать, нам надо бежать. Нет, ну карты и уровни здесь абсолютно одинаковые. Просто бежишь по одному и тому же, это уже начинает даже немножко подбеживать. Такое, почему-то, постоянно складывается ощущение, что мы здесь уже были. Как будто по кругу бежишь и... А вот что тут прыгает? Что он хочет? Блин, чувачок, подожди меня. Ну, вон, братюня куда-то вправо пошел. Пойдем мы ему к нему. На самом деле, очень интересно попробовать поиграть в эту игру с кем-то знакомым. Я не знаю, даже если, в принципе, у вас есть бета-версия, то можно и с вами поиграть. Потому что мне именно интересно, если мы будем слаженно работать, там, то, ну, интересно ли это получится или нет. Потому что сейчас абсолютно никак не переговариваются со своими напарниками, потому что в 80% случаев они тупые американцы. Но это, в принципе, они сейчас есть. Вот это вот тупые американцы абсолютно. Я уверен, потому что русских здесь, к сожалению, еще в игре мало. И вот хотелось бы все-таки с русскими поиграть именно с голосовыми там командами, с какими-то так голосовыми. Ну, взаимодействие, да, можно сказать так. Не сам играл, а с кем. Есть какие-то магазинчики улучшения или ящички какие-то. Ящички, да, в ящичках лежит всякая хрень, которая, в принципе, нам, наверное, как-то поможет. Наверное, но я не знаю, чем она нам поможет. Сейчас я абсолютно неудоумение, да и не только я, а куда вообще бежать. Я буду просто бежать за ними. Ага. Нам, по идее, сюда вот. Какой-то тупой враг сейчас попался, абсолютно не понял, что случилось даже не обратил у нас внимание. Вообще, интеллект противников здесь, не знаю, довольно странный, в принципе. Но, опять же, это... Я не знаю, на самом деле, есть ли здесь уровень сложности или нету, потому что лично я никогда не создавал. Я вот так вот ко всем подключался. Это был один раз, но вот это второй. И уровня сложности я не видел, не заметил. Возможно, он есть, и на высоком уровне сложности интеллект противника все-таки начнет удивлять. Вот опять, 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 смотрите, повторяется все. Как будто мы здесь уже были вот минуты две назад. И, ну, сейчас вот уровень противников схож где-то на курином уровне. Да, блин, куда бежать? Меня это бесит. Вот, все, задание выполнено. Все, в общем, мы прошли одно миссию. Я думаю, в принципе, можно уже высказать какие-то общие впечатления. Сейчас мы вернемся в главное меню. Ну, уже. У нас четверо было. Один даже с русским, один родник русский. И так вот, выводя нам статистику всяких... Вадим Рус какой-то играл со мной. Класс. Так вот, вводя общие, не знаю, какие-то впечатления об игре, можно сказать, что, в принципе, бесплатный проект в кооперативе, это всегда интересно, потому что, ну, я лично люблю кооперативные игры. Но, опять же, если у вас есть с кем играть, то есть, если у вас там есть какие-то друзья, и обязательно, то есть, надо играть с кем-то. В кооператив он на то и кооператив, что вы созваниваетесь или как-то переговариваетесь и вместе работаете, да, играете. То есть, играть вот так вот с незнакомыми людьми, это, ну, не так уж интересно. Вот. Так что за концепцию кооператива мы поставим жирный плюсик этой игрушке, потому что это действительно свежо и интересно. Плюсик мы поставим также из системы распространения игрушки, так как она сделана на бесплатной основе, за это тоже большой плюсик. В целом геймплей мне тоже понравился, единственное, что, конечно же, он опять повторяется, как я это уже говорил, он банальный, простой, но все равно чем-то он цепляет. Чем-то он цепляет, и это тоже, по-своему, это плюсик. А с движок я бы тоже поставил плюсик, то есть, одни у нас пока что плюсики, потому что движок выглядит действительно неплохо, и графика, и анимация, и все здесь выполнено на довольно высоком уровне. Единственный минус я поставил за именно геймдизайн, потому что дизайн уровней, он какой-то неощебродский. То есть, фантазии действительно не хватило, ну, возможно, не хватило просто ресурсов финансов, да. Я не знаю, вот у нас скоро разговорчивый просто, Вадим, гоу, хай. Ну, давайте там. Вот, собственно, не знаю, можно посоветовать, наверное, людям все-таки попробовать самим поиграть в кооперативе. Попробуйте, поиграйте, получите ключики и пишите ваши впечатления об игрушке. Ну, я, конечно же, буду ждать еще полную версию финальную, когда она выйдет. И обязательно опробую ее с друзьями, потому что, ну, надо именно ощутить всю соль кооператива, а не так вот играть, как мы сейчас. В общем, на этом, наверное, сегодня закончим. Свои впечатления об игре я сказал. Субтитры сделал DimaTorzok